Всем привет дорогие друзья, с вами Криптофтеф, ну что, сегодня мы поговорим о том, почему хоронят рипл, чем эти похороны грозят крипто сообществу, да и вообще холдерам XRP, да и также мы поговорим о том, как получить токен, токен Spark, да, имея токен XRP, усаживайтесь поудобнее, ну а мы начнем, что касается рынка криптовалют, то ничего сверхъестественного на рынке не происходит, сейчас слабая волатильность, если мы говорим про наши личные позиции по закрытой вид группе, то вчера я вам показывал, как, собственно, сгрызли ордер, да, на ONG, то есть это также монетка светилась в видеоролике, но на тот момент наполовину только сгрызли, да, и, естественно, мы продали эту монету и после этого уже пошел спад, то есть сделка была закрыта и, соответственно, мы вышли. Есть, определенно, еще две монеты у нас на цели, да, которые, собственно, должны выстрелить и должны помпануться, это очень хорошие перспективные монеты, которых вы узнаете в начале сентября в традиционном видеоотчете о заработке на криптовалютном рынке. Что касается XRP, то сейчас мы видим такую картину, как XRP консолидируется, соответственно, здесь очень интересная точка входа на отметке 27 центов, да, соответственно, можно попробовать с коротким, естественно, стопом, попробовать зайти в LONG, попробовать себя в споте, да, если вы не зарегистрированы, кстати, на бирже Binance, ссылочка будет в описании, вы можете начать свои трейды с этого, да, ну и, конечно, начинать очень грамотно с стопами, если вас интересует обучающий материал, то он доступен в веб-группе бесплатно. И, соответственно, здесь очень интересная точка входа, да, и в то же время мы видим, что интересная точка входа по всем позициям, это и по биткоину здесь стоп тоже можно грамотно выставить, и даже по эфиру здесь тоже интересный сетап, чтобы выставить стоп. Соответственно, я бы все-таки на вашем месте, да, бы рассмотрел такую сделку, потому что такая сделка имеет место быть, она очень удобная, да, и совершить эту сделку, в принципе, не составит труда. Что касается, значит, того, почему хоронят в данном случае XRP, главный сценарий, при которых XRP исчезнет. Ну, давайте, в принципе, вот так вот заменим термин криптовалюта Bitcoin, да, на криптовалюту XRP. Соответственно, почти 400 смертей было биткоина, да, и в то же время сейчас тоже хоронят XRP, холдеры XRP уже не верят, что XRP будет доллар, два, три, а то и даже пять долларов. И, соответственно, здесь к 10 августа 2020 года, то есть похороны биткоина произошло 381 раз. Соответственно, когда хоронят биткоин, главную криптовалюту, то и хоронят все остальное, то есть XRP тоже. Об этом заявляют криптоскептики, зачастую, которые не купили биткоин даже по тысяче долларов. Что касается, значит, здесь, Сатоши Накамото, главное ли это угроза для биткоина, в данном случае с XRP я считаю, что главная угроза XRP, то есть ее по сути нету. Почему? Потому что у XRP есть штаб-квартира какая-никакая, это, во-первых, да, компания Ripple, все мы ее знаем, она находится в США. Если что, по биткоину там неизвестно, да, соответственно, Сатоши Накамото, кто это такой, ну, я не знаю. Я знаю, кто такой Брэд Гарлингхаус, да, это CL Ripple, но кто такой Сатоши Накамото, то есть его лицо не видел, ничего не знаю. Соответственно, если мы будем копать глубже, то здесь понятно, что Сатоши Накамото себя не хочет палить, потому что здесь уже преследуются интересы, да, и, соответственно, здесь уже полная дианимизация, и попросту люди будут думать, когда он сольет свои биткоины, не сольет. То есть здесь, в принципе, Сатоши Накамото, создатель биткоина, остался инкогнито, чтобы, в принципе, не расколоть крипто-сообщество. Это, в принципе, я считаю, что его одна из главных задач. Что касается XRP, то там, в принципе, можно это считать все Брэд Гарлингхаус, потом Крис Ларсен, мы все знаем, кто есть в команде XRP. То есть они, на самом деле, я считаю, что, ну, занимаются проектом, делают это в открытую, да, в то же время какие-то иски есть, но, тем не менее, это никак не особо, там, затрудняет ихнюю работу. То есть они продолжают раскручивать проект XRP. Да, токен XRP падает в цене, но они продолжают пиарить Ripple, XRP и так далее. Что касается Китая, захватчик биткоина, в данном случае захватчик XRP нет, да, потому что, то есть, по поводу атаки 51% на XRP ее просто невозможно делать. Потому что монета не майнится, они имеют, значит, proof of work. Что касается правительства против криптовалюты, то здесь, в принципе, для уничтожения, например, биткоина, правительство могут открыть короткие позиции по первой криптовалюте и сбить ее цену ниже 1000 долларов. Это может привести к тому, что большинство людей потеряют интерес к активу. На самом деле это бред, вот этот четвертый пункт, я бы сказал, RBK.ru, крипто, они занимаются немного бредом и у них есть желтизна в прессе, в информации и так далее. Почему? Потому что здесь, когда цена биткоина упадет на 1000 долларов, а то и даже меньше, то, соответственно, будет много людей, которые накупят этот самый биткоин. Посмотрите историю Chainlink на Binance, Chainlink к USDT, а Chainlink это та криптовалюта, которая была еще в марте, непонятно где. Почему? Потому что она опускалась до доллара и 80 центов, на Binance она вообще опускалась до ниже цента, то есть практически даже цент не стоила. Но вам нужно было иметь цент, чтобы ее купить. Так вот, Chainlink практически был за бесценок на Binance, по сути на других биржах он опускался до доллара и даже, возможно, чуть ниже. Но определенно здесь просто такая была хорошая встряска, что просто впоследствии монету помпанули, вытрясли всех, кого можно было вытрясти. Поэтому я считаю, что вот это, это бред и в отношении XRP это бред. Также нужно отметить, что цену XRP могут опустить до цента, но использовать это в качестве там шот-сквиза, встряски, перезагрузки полностью монеты. И те слабые руки, которые, например, держат XRP, они сольют это китам, тем же разработчикам XRP, которые впоследствии все это выкупят и XRP полетит на луну. Ну, дальше, пятое, то, что баг, который может уничтожить криптовалюту, я считаю, что да, действительно, вот это серьезный вопрос, потому что, возможно, какая-либо дырка в том же биткоине, в том же XRP, какая-то уязвимость в сети. Но я считаю, что это все по большей части к, значит, Proof of Work, да, особенно Ethereum Classic, который также от этого страдает. Поэтому это больше к ним вопросы к XRP, таких вопросов быть не должно. Ну, что касается главного спасителя, то здесь, в принципе, на самом деле, что можно сказать, есть, в принципе, один чувак, который хочет выкупить биткоин по одному центу, да, и в ордере, конечно, указана сумма в 185 200 долларов. На его исполнение потребуется, как минимум, 18,5 миллионов BTC, что выше его текущей эмиссии. Но, соответственно, тоже бред, то есть, непонятная, опять-таки, статья, то есть, какой-то чувак захочет выкупить биткоин. Да, любой чувак захочет выкупить биткоин, потому что, когда биткоин упадет до, ну, ниже, чем 1000 долларов, к примеру, до доллара, то с доллара он уже сделает десятки, а то и сотни иксов. Ну, почему? Потому что биткоин быстро выкупят, да, он всходит на доллар и, соответственно, также вернется на 1000 долларов. Вот вам и бесплатные иксы вообще за короткий срок. Поэтому такой бред. Что можно сказать по поводу Ripple, по поводу также интересных новостей? То, что держатели XRP могут получить токен Spark через раздачу. И, кстати, вот подводя итоги по поводу, значит, того, что хоронят XRP, холдеры, если сейчас уже говорят, что все плохо, и XRP будет тонуть, мы пойдем на дно, то это то, что добивались киты и манипуляторы, значит, мы идем в верном направлении, значит, выстрел уже скоро будет. Ну, то есть просто можете зайти и посмотреть консолидацию к BTC, XRP-BTC пара, да, то есть там уже конкретно крупняк закупается. Так вот, держатели XRP могут получить токен Spark через раздачу, да, и, соответственно, здесь основатели XRP Labs, никто другой, да, какое-то непонятное лицо, а на самом деле вот основатель XRP Labs, он заявил, что несколько дней назад признал и призвал сообщество XRP подготовиться к заявлению на токен Spark. Собственный токен Flay Network, Flay Network готовится к запуску, но точная дата начала утилитарного форка еще не объявлена, то есть владелец XRP получит токены Spark в отношении 1 к 1, что в свою очередь означает, что создается 100 миллиардов токенов Spark, таким образом Spark является независимой сетью, однако два регистра имеют особое отношение друг к другу. Flay Network интегрирует виртуальную машину ETH, поэтому смарт-контракты могут выполняться на ETH с использованием Ripple XRP через FXRP. А что такое токен Spark? Вот он, у него есть веб-сайт, он есть на CoinMarketCap, ну, действительно ли этот токен, потому что здесь Spark написано и всего в циркуляции 2 миллиона, то есть в обращении. Этот ли токен или нет, то есть не буду браться и говорить точно, да, но давайте подождем, пока это все выйдет. Если мы вообще будем заходить, то, во-первых, он нигде не торгуется, да, и, соответственно, цена его меньше, чем цент. Соответственно, маловероятно, что это прям этот токен, да, непонятно, откуда там объемы, когда биржа не показывается. Вот здесь объемы за 24 часа 7 долларов. Вот, то есть будем ждать, но так или иначе здесь, собственно, токен, он только готовится к запуску, поэтому это не факт, что это вот этот токен. Будем смотреть. Так или иначе, надо будет смотреть и, естественно, обязательно получить токен Spark, у кого есть один XRP, то есть вы получите один к одному. Поэтому, если вас будут, в принципе, принуждать кидать куда-то XRP на неизвестный кошелек и так далее, и в ответ получить токен Spark, то, конечно, это не нужно делать, потому что вас просто разведут. Что касается вот ранее вот этой новости, то, что еще, значит, 14 августа Flame Network, они заявили, что запускают смарт-контракты Ethereum на XRP Ledger, да, и вот таким образом и появится токен Spark уже скоро. Что касается, значит, Ripple, они регистрируют заявки на новые товарные знаки и регистрация тормознака Ripple Impact, предназначена для охвата категории услугоблаготворительных фондов, а именно обеспечения деятельности по сбору средств, дополнительное финансирование, финансирование капитального ремонта, стипендии и финансовая помощь для программ и услуг других лиц в области финансовых технологий. Но это уже довольно-таки очень серьезно, да, потому как, в принципе, расписано все очень красочно. Ну и, соответственно, здесь говорится, что регистрация тормознака Ripplex предназначена для охвата категории электронных финансовых услуг, а именно денежных услуг по получению и распределению денежных переводов и денежных подарков в фиатных валютах и виртуальных валютах через компьютерную сеть и для обмена фиатных и виртуальных валют через компьютерную сеть. Ну, мы видим, что вот как минимум здесь два товарных знака, которые будут, да, по Ripple, и это говорит о том, что Ripple все-таки продвигается и регистрирует новые товарные знаки, развиваются в направлении продвижения и финансов. Что касается, значит, Ripple плохих новостей, то, что ее бывшие сотрудники сливают XRP, но здесь нужно отметить, что это бывшие сотрудники сливают XRP, но в то же время, конечно же, нельзя исключать того, что те сотрудники, которые сейчас в XRP не сливают однозначно, я могу сказать, что и те сотрудники, которые есть сейчас, тоже сливают XRP. И, тем не менее, это не единственное крупное перемещение средств за последнее время, а именно сколько было средств, то есть 10 миллионов XRP на сумму 2 миллиона 800 тысяч долларов были отправлены с кошелька Ripple RL18VN, созданного еще в 2013 году, когда Ripple носила название OpenCoin. Да, и в том же году Джерд Маккалеб покинул компанию, уйдя с позиции технического директора, чтобы развивать, собственно, идею в стартапе Stellar Lumin. Ну и, естественно, здесь мы видим, что XRP все-таки перемещается, но это перемещение особо ничего не дает, никакие карты в руки. Почему? Потому что, если мы говорим про трейдинг, то инструмент сейчас очень интересен для трейдинга. Здесь в краткосроке можно поставить стоп и, естественно, получать движение. Если мы говорим среднесрочно, то какие бы новости не выходили, нам нужно пробить очень важное сопротивление точку, это 33 цента. Соответственно, 33 цента пробиваются, не ложный пробой, закрепляемся и мы уже, в принципе, сможем вырасти на 40, 50, 60 центов, а то и выше. Если же этого не происходит, понятное дело, что мы так и будем консолидироваться и, возможно, еще сходим, протестируем отметку 24 цента, а то и даже ниже. Поэтому, определенно, какие бы новости не выходили, здесь, вот если вы трейдите, хотите приумножиться, здесь решающим фактором в краткосроке, среднесроке является все-таки отметка 33 цента. Если мы говорим про долгосрок, то, как бы, сливать XRP, если вы покупали по 3 доллара, никакого смысла нет у этого, во-первых. Во-вторых, мы видим, что здесь 200 и 50 скользящие, они ведут уже себя немного по-другому. Почему? Потому что здесь у нас вот явно было боковое движение, они, эти скользящие, висели всегда выше и, когда инструмент очень хорошо падает, то эти скользящие, они пересекаются и инструмент, ну, порой, вот, как зачастую, он долго находится в консолидации, да. Что, в принципе, было и подобное здесь с, ну, 11 марта по, значит, 3 июля. Мы были в консолидации, здесь аккумунировались позиции, выдвинулись в итоге наверх. Поэтому я жду нечто подобное очень долго в глобальном таком таймфрейме, то есть, где мы, в принципе, будем толктись. И чем дольше мы здесь, кстати, будем аккумулировать позиции крупные игроки, тем выше мы сходим. То есть, это, в принципе, нужно понять. То есть, зачастую, когда хотят толкнуть инструмент очень далеко, то аккумулировать долго позиции. Так и было с биткоином, когда его хоронили, кстати, да, если мы зайдем на, значит, дневной таймфрейм по биткоину, то когда вот у него было вот это падение, вот это падение, его всегда хоронили. Его, биткоин, его всегда хоронили. И вот особенно здесь, то есть, когда биткоин упал, его всегда хоронили. При любом падении биткоин всегда хоронили. Поэтому я считаю, что вот холдеры XRP, те, кто, в принципе, ранее верили в XRP, сейчас, возможно, не верят, тоже будут хоронить XRP. Здесь биткоин падал вообще, то есть флеш-крэш такой был на 92 доллара с 700, причем вот просто взял и упал. Поэтому хоронили биткоин всегда и будут хоронить XRP. Но у биткоина, смотрите, куда больше все-таки были манипуляции, у XRP, в принципе, манипуляций, как и таковых, с ценой нету, да. То есть XRP ходит у нас адекватно, да, то есть он где-то вырастет, подрастет, падет, то есть вырастет. То есть фитили не такие ярко выраженные, как у биткоина. То есть что нужно отметить, это вот то, что фитили не такие ярко выраженные. То есть когда мы падаем, то есть мы здесь оставляем очень такие глубокие фитили, да, то есть такого в XRP нету. Соответственно, ну биткоин, в принципе, в 2013 году был куда манипулятивнее, нежели XRP сейчас, поэтому здесь были похороны биткоина очень часто. Поэтому что можно сказать и какие, в принципе, итоги сделать? Я считаю, что по XRP, в принципе, зона сопротивления, как ни крути, 33 цента. И до этой отметки, то есть сейчас с топом можно работать, как-то краткосрок покупать, и не срок, то есть можно попытаться. Но однозначно не бухивать все депо. По поводу, значит, VIP-группы нашей торговли, то есть мы продолжаем торговать. И там есть, то есть две монетки, по ним мы ждем памп, и, соответственно, мы будем дальше уже смотреть, что, с какими инструментами работать. Ну, а что за монетки, то есть вы знаете в начале сентября определенно. Все, всем удачи, всем пока и до новых встреч.